здарова всем ну что я вас поздравляю проебанное очередное лето дело в том что уже в мурманск области наверно как вот последние солнечные дни мы сейчас поехали в аэропорт для того чтобы снять тест-драйв так вот хорошая новость мы с коляном 27 числа если каен не подведет мы едем в москву но не погреться скажем так до солнца а мы едем туда за кузовом от бмв то есть мы все-таки нашли и самый прикол в том что мы хотим на этом кузове своим ходом доехать обратно только поэтому мы едем туда поэтому какие-то встречи я еще пока загадывать не буду то есть нам за два дня нужно попробовать машину получается кузов поставить на ход но об этом уже будет немножко совсем другая история на этом канале у нас сегодня вот такой замечательный автомобильчик это hyundai elantra двухлитровых пред максимальная комплектация машина такая сейчас спускается новая давайте вот представим как будто бы вы покупатель то есть вы приходите в автосалон то есть для начала вы такие вроде внешне понравилось вы начинаете за рассматривать ее и так далее естественно к вам подходит вот с такими глазами с такими губами девчонка соответственно там всегда в этих автосалонах тёлки все красивые то есть ну понятно дело для чего это делается и соответственно они вам начинают скажем так зачехлять дело в том что что вы понимали есть какой-то фиксированная заплаты какой-то оклад причем где-то он 8000 пускай пускай 15 тысяч рублей то есть все остальное то что зарабатывают менеджеры по продажам это просто-напросто процент от продаж соответственно если бы допустим у менеджеров которые вам предлагали такие красивые автомобили была бы какая-то зарплата в 50 тысяч рублей просто постоянная без разницы сколько она продала допустим или продал машин то соответственно маму никто бы не зачихлял понимаете они красивым языком рассказывают дело то что якобы получается авто блогеры я часто посещаю автосалоны где соответственно я все это просто прекрасно наблюдаю так вот вы должны сами понимаете подойти посмотреть это найти как вот допустим часы до часы можно купить как подарок то есть не обязательно примерять телефон куху там не обязательно прикладывать магазине чтобы примере красиво идете ли нет машина это как одежда то есть как джинсы то есть есть примерочные то есть пока ты сам не прокачиваться пока ты не почувствуешь ты ничего не поймешь сколько бы ты ты драйвов не спорил по я сколько бы ты обзоров там тогда и сколько бы узлов больше не забывайте что в основном новые тачки особенно тогда к они уже превышает там полтора-два миллиона рублей просто так блогерам поверьте на слово не дают просто вы выслушите меня то есть это все получается ну реклама короче спасибо сани что предоставил данный сей экземпляр черного цвета на черном салоне в предмаксимальная комплектация меня это радует пошли как все-таки это разные тачки когда минималки и максималка ну давайте начнем что самое главное в этом автомобиле что изначально тогда когда вы этот силуэт наблюдаете где-то на дорогах выделяется даже сейчас получается вот мой корень здесь грибы собирает подошел говорит что за машина мне фары понравились действительно именно получается в максимальных комплектациях да здесь же полностью стоят вот эти вот диоды то есть здесь если ходовые хорошо тоже диодные здесь и ближний и дальний свет и самый прикол в том что он светит просто офигенно в данном случае нам это не проверит но как будет владелец и как по узовам то есть самое главное в этом автомобиле это то что во первых у него есть возможность поставить диодные фары которые действительно хорошо светят если брать вообще дизайн там вот именно размер силы то это автомобиль то же самое по сути solaris но чуть-чуть побольше давай просто подойдем вот ты пришел в автосалон ты такой смотришь так обычно себя стоит максимальной комплектации чтобы они тебе понравились в любом случае ты подходишь говоришь так я хочу допустим такие фары те горят бацан миллион триста пятьдесят ты такой блин у меня всего миллион двести то есть ты уже идешь как бы в кредит там в может в долг взял тебе раньше менеджер скажет братан ты угадал у нас есть скидки дело в том что сколько мы новых автомобилей не снимали всегда ну пацана не в обиду которую предоставляет автомобиль всегда говорят что я купил ее по скидке всегда это быть маркетинговый вход понимаете все тачки были которые но новые купленные вот этом в аэропорту вообще где которым все это всегда со скидкой и вам менеджер говорит у нас есть скидка мы тебя скидываем 100000 рублей ты такой бас ага хорошо то есть они максимально делают все чтоб ты машину тут просто приобрел купил эти вот подходишь но для начала нужно понимать что зависимости от комплектации бывают кожа данном случае у нас тканевая обивка также бывает салон разного цвета там бывает серый бывает бежевый бывает данном случае черный черный вроде бы как-то более-менее ну наверное идет больше к этим автомобилям а так конечно же берет все это ну именно то что все новые на эти вот просто новое давайте вот ты сел на чтобы походил по салону посмотрел похлопал на дверьми я тебе сказал скажу что ты ни хрена не поймешь просто ни хрена не поймешь хлопают эти двери то есть пока ты не прокачиваться поэтому предлагаю сразу прокатиться если тачка на не понравится просто выключаем камеру и в москву готовится поэтому я предлагаю все-таки начать именно с поездки поехали кстати если вы планируете приобрести действительно новую автомобиль ну просто желание есть такое то соответственно вам выгоднее и удобнее это сделать на автоспорт точка ру сейчас еще расскажу ссылка будет в описании ведь именно на автоспорт собраны все предложения по новым автомобилям в наличии по реальным ценам со всей скидками что есть у официальных дилеров и кстати вы можете посмотреть при каких условиях эти скидки получаете для этого нажимаем на кнопку сниженная цена и видим какая скидка нас ждет если покупка за наличные трейдин или даже в кредит но если у вас уже есть автомобиль то соответственно сайт автоспорт вам также пригодится как раз таки для того чтобы найти лучшие цены и скидки на плановое техобслуживание вашего автомобиля и записаться в удобный для вас автосервис онлайн для этого переходим в раздел запись на сервис нажимаем узнать свою скидку далее выбираем марку модель модификацию какое-то планируется и видим карту и цены на обслуживание у того или иного дилера сравниваем цены скидки и записываемся на сайте предоставлены предложения только от официальных сервисов поэтому вы не потеряете гарантию на авто в данный момент запись онлайн доступна только для москвы и санкт-петербурга ссылка будет в описании 6 ступенчатый автомат как говорится сел поехал ну давайте у нас маленький пробег а сколько ну а стоит прикольно четыре девятки то есть практически через километр будет 10 тысяч то есть практически машина только обкатку прошла ну давайте вот ты сел с тобой опять же не забывай садится менеджер пускай это будет девчонка или это будет молодой человек который опять же контролирует весь его процесс который во время езды рассказывать какие здесь опции какие здесь магнитол там карплей здесь есть так тот самый прикольный в этом надо сначала прокатиться 2 литровый мотор 150 вашей сил у нас есть drive мода давай сразу поставим спорт есть эко-нормал спорт давай ну давай газ полу сотка поехали 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 но 120 газ сбрасываю кстати мы сейчас едем по бетонке по бетонке в принципе нормальная шумоизоляция то есть я думал будет гораздо хуже да шумка в этом автомобиле есть причем здесь ее не дорабатывали и не делали в принципе машина нормально управляется но я так думаю что все таки вот эта скорость 100 120 максимальная которая будет вам действительно комфортно дело в том что здесь находится балка задней подвески то есть от этого никуда не уйти все равно хоть это и не соляриз да это эландра все равно пацаны это бюджетный класс как ни крути поворотнички в одно касание на удивление знаете что больше всего нравится в этом автомобиле допустим как сам владелец говорит что я пересел со старенькой mazda троечки все я забыл про какой-то сервис про какие-то гаражи то есть действительно когда машина новая то есть но никуда не уйти это вот она самое главное пойти именно новизна тогда когда ты покупаешь машину и какое бы хорошее состояние не было 10-летнего автомобиля все равно где-то там тормоза хуже начинает работать это насос гура там хуже работать начинает это еще какие-то нюансы начнет вылезать это какой-то скрип появляется и даже идеальное состояние автомобиля десятилетнего все равно он не сопоставим вот именно с новым таким вот автомобильчиком я сама прикол что с технологии то они идут постоянно понимаете они не стоят на месте хорошо тормозит в принципе но на маленьких скоростях и получается что если вы берете допустим в максимальная комплектация на независимой подвеске какую-то там мазду там шестерку lancer десятый там двухтысячных годов то соответственно ты должен понимать что вот эта машина на сегодняшний день даже на балке будет лучше управляться кстати какие чудеса то есть равно где-то что-то там делают настраивают но проблем именно с каким-то набором каким-то лишним звуком мотора сыпящего риса да здесь я не слышу то есть принципе обычный нормальный автомобиль за эти деньги ну по идее бы а так конечно пацаны давайте походим по внешности посмотрим я думаю что они еще посмотреть хорошо фары внешность разобрались а сзади так получается что от комплектации действительно очень много зависит диоды там не диоды галоген и так далее посмотрите вы открываете дверь во первых что есть наблюдается но пускай до жесткий пластик здесь пускай у нас единственно автоматически стеклопадемник который только водительский здесь но ну просто надо тупо держать далее вот такие вот концевички но на немцах даже самом бюджетном классе такое недопустимо их просто нету то есть там просто в ручках уже все это дело установлено а так просто вот ну по сути обычные материалы до этого не копаться лишний какой-то шумоизоляция там бархата здесь вы тоже не увидите ну среднее закрытие дверей среди какая задняя здорово здесь что по поводу задней двери смотрите какая она здоровая то есть именно сам вот этот сама длина открывается давайте сразу все ходи вокруг да около присадим присядем так сказать в данном случае у нас есть обогрев задних сидений вот такие вот получается вы штамповочки под колонки но как таково музыки здесь интересно не увидите здесь пластик плафон для освещения задних задних пассажиров ну и принципе кабина и все то есть здесь как бы особо не разгуляешься чувствуете вот именно вот в это стекло видите какая высота то есть это реально амбразура то есть вот такое стекло вот она то есть практически рука достаточно интересно если закрыть на самом деле когда сидишь внутри такое ощущение что ты сидишь в каком-то прям болиде то есть действительно знаете кого-то kia вообще любит такие вещи делать и хендай то есть ты тоже сам спортишь и такая же ситуация как машинка выглядит сзади понятное дело что она гораздо симпатичнее чем тоже самый соляриз здесь как-то сделано в стиле бмв но меня дать еще смущает не вот это сильнейший дикит и так далее а именно смущает сами комплектации просто смотрите зависимости от того сколько вы заплатили денег за машину даже до этого дошли что ты не можешь тупо открыть багажник то есть где-то кнопки то есть максималки здесь кнопка то есть не может быть багажник есть скрывается или внутри и получать из ключа такая особенность 2 литра в нашем случае камера заднего вида ну наверное пацаны все по поводу материал принципе сделано да не ни хрена картона все все равно все все картонно вот таким вот все таким вот образом все мягенько здесь как бы какие-то изначрения пацаны искать вам не придется все сделано на виду то есть вот торсиона на багажник до тросик для открывания заднего ряда сидений то есть конечно же это все хорошо багажник принципе обычный то есть но реально ни туда ни сюда то есть он принципе средний а так начинаешь ходить вокруг да около и если ты берешь новый автомобиль туда можно выбрать допустим диски да по моему там есть три варианта различных три варианта по дизайну диска да покажем что они все данном случае у нас нет на 16 то есть но в принципе нормально то есть уже не на питаться уже хорошо так это все дело выглядит в принципе так если разобраться достаточно интересно автомобиль в том плане что опять же тупо новый ну давай кстати вот вот где открывается у нас получается багажник вот где открывается у нас бензобак здесь электрических регулировок у нас никаких нет опять же максималки есть даже памяти гений не то чтобы кожа до электрические регулировки но еще и память представляете засорную в элантру а так давайте посмотрим что у нас под капотом вот смотрите давайте начнем вот с этого единственного нюанса который я обнаружил то есть вот капот ну что вы думали что он он закрыт смотрите закрыли капот то есть нажимаешь замок просто не отрегулирован я думаю что это можно как-то излечить вот закрывая здесь и капот постоянно гуляет ну ладно может быть это не страшно это все делается но нюанс как бы таковой есть кстати дверь очень приятно закрывается такое ощущение что они дополнительно зачем и изолированы указ . уже даже говорить об этом нефиг уже к этому делу все привыкли dogs 16 в двухлитровый мотор 150 машинных сил также составится 16 по сути в принципе это нормальные моторы которые более-менее ездить которые вроде бы более-менее как тогда работали то есть к ним претензий как таковых нет мне больше чего нравится знаете что то что здесь все ремонтопригодная понимаю что ближайшие может быть там 5-4 года здесь ну что какой-то добраться можно вот до сего то есть здесь какие-то хомуты здесь до опору там не можем какие-то элементы по цепи поменять там у нас лямда торчит соответственно все просто ну под рукой на самом деле здесь ничего не удивляться здесь все в принципе обычно все нормально все на штекерах ничего лишнего по проводке не торчит вот этот воздуховой как вы сами видите сделан из даже не из пластика то есть он такой бархатный для облегчения места там еще там на какой-то стоит ресивер просто здесь воздух попадает там все это дело в ресивере стоит потом попадает на фильтр и дальше идет получается через фильтр ну на дроссель собственно говоря по сути вся система понятно здесь у нас крышка на 1 и 1 то есть все как на японцах собственно говоря любит любят но это получается нас корее чисто кровный кореец то есть если ты допустим хочешь соляри с двухлитровым мотором то ты переплачиваешь 200 30000 покупаешь вот такой вот варианте то еще вы понимаете исключил ближний дальний свет все это дело здесь работает поворотик находится вот у нас в этом месте то есть немножко снизу здесь просто как штамповка так вот такой дизайн клыки ну достаточно в принципе даже красивый выглядит машинка это но несомненно наверное все-таки из-за глаза знаете как какая-то девушка допустим ну там в теле знаете ну чтобы не бежать в теле допустим да но у нее красивые глаза который ты просто заглядываешь и вечно в них смотришь просто пытаешь и ты готов уже просто теряешься ты готов на все что ради того чтобы она была твоя здесь на то же самое то есть нера если ты влюбился в эту оптику этот дизайн до похер 16 нормально давай двухлитровый да тоже без разницы позже даже на механике на шестипенчатый то есть примерно та же самая ситуация то есть глаза у этого автомобиля прямо во реально выделяет атака если человек я знаю что многие из вас это видео смотрит не бежать и тогда называют просто тёлками то есть ну по большому счету спасали общаемся как-никак все девчонки красивые вот все блядят просто все но глика говорится много водки не бывает да не бывает некрасивой женщину 5 и шутка конечно короче реально выделяет вот именно для меня этот автомобиль именно вот ими глазами все то есть по салону по мотору по разгону по какой-то коробке там эко режим да все это фигня просто просто интересный свеженький дизайн на сегодняшний день если это максималки то еще лучше ты даже сзади получается будут диоды причем сзади будут диоды но только вот в этих в красных фонарях поворотник все равно останется обычного лампочка накаливания хорошо это или плохо но тем не менее просто это все дело присутствует есть дизайн есть дизайн чего какой 91 87 кровать медленно закрывать плотно были списаем дизайн руля да здесь есть типа под спорт до такого полоска только на внизу они наверху в принципе нормально много клавиш мультируль здесь все это дело присутствует здесь тоже принципе все понятно здесь нормально кондиционер зарядка для телефона кстати но на самом деле очень удобная вещь просто положил все дырка пошатой снежинки это провода и так далее есть юсби аукс собственно говоря розеточка вот он с обогрев сидений то есть здесь это тоже принципе по дизайну нормально сделано то есть не докопаться поводу музыки музыки собственно говоря здесь нету но прикол в том что смотрите здесь на двери если видно вот да сама колонка ну видно что она вот такая колонка а есть такая вот знаете вот вы штамповка такое ощущение что здесь что-то просится знаете какой-то джебе или так далее но на случай здесь у нас обычная магнитола если брать допустим приборную панель куда вы будете основное время заглядывать при езде то соответственно посмотреть сюда здесь это видно это просто черно-белый то есть не желтый там не оранжевый как бы в старых да есть реально но на самом деле очень и очень просто скучно вот это хоть и сделано да как же жека дисплей но очень скучно в том что это просто черно-белое здесь в стиле карбон внутренние ставки и дальше найти вот это тоже сток то есть это сделано под горбону так все это дело пошло пошло здесь карбон здесь ставки под карбон то есть не надо сколько это все дело нужно но по сути это завода все есть то есть я думал что хотя бы будет меньше где-то каким-то образом портираться или может быть вы меньше будет оседать а так принципе если брать нашу комплектацию ну вот просто найти на одного человека где вот просто один раз ты губерал как и надо и забыл то есть то что есть механические регулировки сиденья руля это в принципе все такое знаете тогда когда есть электрический да все эти регулировки это конечно же все круто это все конечно же хорошо пацаны да память сидений но по сути я вот езжу на различных автомобилях и скажу что многие функции эти просто не нужны они бесполезны да в случае нету люка у нас есть такой замечательный очечник ну и собственно говоря все здесь зеркальце включается и выключается вот таким вот образом drive мануал моды эко ну вроде как социально говорит что немножко овощная машинка становится в данном случае ну пускай будет просто спорт до расход топлива 8 и 8 то есть принципе хороший расход топлива честно признаюсь что наверное машина опять же это не совсем для трассы хотя на трассе и копейки все понятно это самая комфортная машина для города то есть если допустим брать какую-то киа рио там полу до skoda то самый rapid то она просто чуть меньше я в принципе все то же самое то есть просто размер отличается и все это вот настолько максимум но сколько ну два сантиметра стало больше места между допустим передними пассажирами по сути как бы особо то машина не меняется что elantra то есть получается ты в каждый класс чтобы зайти должен переплатить примерно 300 400 тысяч рублей ты залегает далеко в другой класс также сами сравнивала с тойотой получается corolla ну соответственно на вариаторе и она немножко даже подороже стоит и она в такой же по цене будет меньше гораздо комплектации четко работает автомат претензий никаких нет к мотору по шумозляции в принципе все обычно тоже никаких претензий нету здесь не докопаться тормоза все работает но опять же чисто из того что все это просто-напросто новое понимаете но не к спорту до четырех с половиной кручу но кстати по заявлением по паспорту знаете сколько машина это и 88 то есть для это хороший результат то есть два литра по идее я так понимаю что на автомате 88 ну пускай 9 секунд это в принципе нормально то есть это же самое что лаутер двухлитровый на той же самой палки то есть в принципе нормальный показатель если у вас 1628 вашей сил то соответственно это примерно 10 с половиной секунд по разгону то есть понятное дело что два литра чуть-чуть может быть увеличится расход топлива на литр наверно максимум и соответственно у вас хотя бы будет получше динамика то есть вы хотя бы будете больше получать удовольствие от езды на самом деле мне очень повезло всего того что я получается снимают из драйва да и я без менеджера могу просто поездить и понять что тот или иной автомобиль из себя представляет и соответственно я могу сказать так что наверное эта машина ну просто не мечта то есть если ты допустим стремишься или хочешь купить такого вариант пускай это будет какой то по обратим типа церапа да то соответственно ты должен понимать что если ты берешь это машина просто чуть лучше чем solaris и каких-то изысков от не ждать ну просто напросто не следует как по салону какие бы там опций не был не были даже в максималке все равно пацаны это . как будто бы так мера не тот класс где ты должен стремиться и просто что-то тут хотеть как бы тут нет такого то есть если ты покупаешь такую машину то соответственно ты просто забываешь про какие-то наверное автосервисы как про какие-то такие гаражи и ты просто не паришься и какого-то легенды какого-то бренда то есть никогда не будет от этого автомобиль то есть это там фан-клубов на есть который прям ягод топлю прямо за элантру такого не бывает пацаны войти есть кто-то там любит стингер да кто-то наоборот там любит какой-то кроссовер в данном случае что хендай элантра что наверно даже sonata в принципе это хоть и интересный по идее автомобили но все равно это те автомобили которые никогда не станут желанными и какими-то легендами всем спасибо за просмотр тачка в принципе нормально но изысков ждать не следует пацаны даже за максимальную комплектацию в полтора миллиона рублей всем пока